Юнормейцы, кадеты и активисты движения «Школьников» встретили почётных гостей на памятном месте. Именно здесь, в годы Великой Отечественной, находился военкомат, откуда люди уходили на фронт. Более 13 тысяч наших земляков были отмечены орденами, 38 награждены званием Герой Советского Союза. Трёх героев объединяет Афганистан и борьба с террором. Солдат умирает дважды, когда настигают пуля и когда его забывают. Потому Вячеслав Бочаров говорит больше не о своих заслугах. Вспоминает тех, кто ценой жизни подарил нам мирное небо над головой, независимость стране и народу. Кто в Беслане, спасая детей, своих оставил сиротами. Их смелость, их подвиг, то, что они сделали для нашей Родины, вот это в них поражает меня. А ведь сам Вячеслав Бочаров не раз попадал в самые опасные ситуации. В составе управления Вымпел первым ворвался в захваченную школу в Беслане. Как говорит, всего лишь был первым среди равных. Именно его группа офицеров штурмовала здание. Получил тяжелое ранение в голову. Надежды на жизнь были призрачные. Я был в Беслане несколько раз. В этом году я был сентября, 3 сентября. Я посетил школу номер один. В школе номер один города Беслана 26 именных классов. Они названы в честь ребят, которые освобождали заложников. Там есть и мой класс. Я встречался со своими, будем так говорить, учениками, которые носят мое имя. В этом году эта школа учебный год закончила с 13 золотыми медалистами. Инок Киприан Валерий Бурков в миру после гибели своего отца в Афганистане настоял, чтобы и его направили в горячую точку. Он потерял обе ноги, подорвавшись на мине. Ну и на протезах вернулся в бой. Не верится, но это правда. И он тоже летчик, как герой Великой Отечественной войны Алексей Моресьев. Но как же это можно летать без ног? А разве это не ноги? Когда я получил ранение, такое же аналогичное, то утром, когда я очнулся, передо мной явился образ Алексея Моресьева. И я тоже подумал, что я советский летчик и советский человек, поэтому я тоже смогу встать на ноги, вернуться в боевую строй, что и случилось. И потом я еще 13 лет послужил в вооруженных силах. На такой поступок способен каждый, говорит отец Киприан. Нужна только сила воли. Никогда не сдаваться, а еще быть готовым на самопожертвование. Высшее проявление любви к родине и близким – это наказ молодому поколению. Главный герой фильма «Кандагар» Александр Балуев играет реального персонажа – командира экипажа Владимира Шарпатова. Он всю жизнь работал в гражданской авиации, но повидать пришлось всякое. Бывал в 65 странах. Перевозил и военные грузы. В Лексимбурге я был свидетелем, как начиналась война, буря в пустыне, из джиды. Американцы бомбили Кувейт и Ирак. Возил я бронетехнику из Франции в район боевых действий. Так же, как и другие экипажи наши российские. Потом был Афганистан. Рейс Албания-Кабул, которым Ил-76 перевозил 34 тонны патронов, стал страшным событием. В небе над Афганистаном самолет атаковал истребитель повстанческого движения. Потом была вынужденная посадка и плен. Спустя год и 13 дней, когда захватчики уже грозили россиянам судом шариата, удалось вырваться. Летели на высоте 50 метров. Непростая задачка для пилота Ил-76. Взлетка. Кончается мином поле. Так что либо взлетаем, либо взлетаем. 16 августа пришли менять запаску на этот перестор. И вот они ушли молиться, оставив на борту три автоматчика. Ну и я взлетел на воздухе, уже разрушили этих автоматчиков. Это история нашей Родины. И история неподдельная. Она записана не кем-то. Она записана не в Википедии. Ее дают нам не учителя. Это реальные люди. Они рассказывают историю своей жизни. Она неподдельная. И там много чувств, которые нельзя передать текстом. Все эти события, как говорят сами герои, это исполнение профессионального долга. А еще следование убеждениям, за которые и умереть честь. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрген.